У нас сегодня, знаете, наверное, не так часто бывают такие необычные ситуации. У нас сегодня половина дома действительно согласна с действительной администрацией о признании дома аварийным и получить выкупную стоимость квартир. По рыночной цене сегодня это порядка 60 тысяч результатных метров, что сопоставимо с жильем в округе. При этом вторая полна дома котельский не согласна с признанием дома аварийным и получить выкупную стоимость. Ну, а мы должны учитывать мнение и той части жителей, и второй части жителей, все мнения очень важны. Мы решили приступить к первому варианту. Люди, которые хотят получить выкупную стоимость, мы будем стараться эти деньги выплатить. Для этого мы должны получить поддержку правительству, заложить деньги на городской доме, посмотреть расходы. А жители, которые хотят дом сохранить, мы поможем в судебном порядке провести экспертизу, получить предоставленную документацию для того, чтобы была возможность дом отремонтировать. И цена вопроса, один квадратный метр сколько сейчас? Еще раз напомните, пожалуйста, стоит здесь. Сегодня рыночная стоимость выкупная, которую администрация предлагает, это порядка 60 тысяч рублей квадратный метр. Мы понимаем, что для того, чтобы 60 семей расселить в этом доме, мы понимаем, что дом пятиэтажный, это колоссальные деньги для администрации. Колоссальные. Поэтому готовы эти деньги платить на восстановление дома, на ремонт, капитальный ремонт. Поэтому это будет суд определять. Но еще раз говорю, сегодня дом признан аварийным, люди, которые хотят получить какую-то стоимость, будут предусматривать деньги для им выплат. Капитальный ремонт во сколько обойдется, уже известно? Или хотя приблизительно? Капитальный ремонт мы видим, он заложен в программе 21 год, там все стоит 8 миллионов рублей. Этих денег точно не хватит на капитальный ремонт этого дома. Этот вариант мы себе пока не рассматриваем. Мы понимаем, что у вас есть вопрос в другом. Но до весны, вот люди говорили, да, на встрече, что до весны это крайний срок, дом может прожить. А дальше что? Ведь этого времени, я думаю, маловато будет. Для решения вот этих всех вопросов, о которых вы говорите сейчас, проблемных. Еще раз хочу напомнить, что сегодня есть два экспертных заключения о признании дома аварийным. Инициативная группа жителей, это в заловом суде, и суд пристановил решение и собирается назначить новую экспертиву. Сегодня люди не верят тем двум заключениям эксперт, которые они были сделаны. Это их право, это вполне нормально. Сегодня судом будет начать новая экспертиза, по решению которой будет принято решение. Либо оставить дом аварийный, либо есть действительно законный путь, дом отремонтировать. Но это можно решить только после проведения экспертных заключений. Но еще раз говорю, люди, которые хотят получить крупную стоимость, мы будем предусматривать, но мы также пытаемся сохранить мнение людей, которые хотят остаться здесь жить. Поэтому если действительно экспертиза показывает, что дом возможно восстановить, то мы точно будем пытаться это сделать. Алексей Валентинович. Вопрос о сносе дома сегодня вообще не стоит. 161.ру, подскажите, пожалуйста. На сайте администрации есть проект межевания этой территории, который был датирован в марте этого месяца. То есть уже в марте было известно, что на этом месте по проекту у вас написано на сайте будет построено две высотки, детский сад и школа. Скажите, вот сегодня вы общались с жителями, говорили о том, что если нет сил снести дом, да, и возможности, помогут инвесторы. О каких инвесторах шла речь? Не о тех ли, которые готовы строить высотки на этом месте? Ну, немножко вы неправильно говорите. На самом деле на месте этого дома ничего строить не собиралось, никаких документов не разрабатывалось. Проект у вас висит на сайте. Проект планировки, который висит на сайте, это совсем другие дома, мы можем отсюда видеть. Это недостроенные 26-этажные дома. Недострой, который был заморожен, да, на 1 миллиард рублей. Дом никак не связан, абсолютно. Никакой связи нет. Более того, могу сказать, что в случае сноса этого дома на этом месте, по новым правилам, которые приняты городской думой в этом году, построить новый высотный дом уже будет невозможно. Есть информация, что тот, о котором дом, вы говорите, никак не связан с этим, связан все-таки. У вас есть информация, почему был заморожен этот проект, почему был перезан муниципальную собственность, а позже, скажем так, ориентирован в другую компанию. Есть же информация у вас на сайте, она написана SMU1. А мы видим, несколько прослеживается нить. Еще раз, вы неправильно читаете то, что вы там видите. На месте этого дома ничего не проектировалось, в проекте и планировке ничего не предусматривалось. Эта документация связана вообще с другими домами. Вот кто-то искусственно это слух раздыхает. У вас на сайте. Еще раз, откройте, посмотрите. Хорошо. На сайте другие дома. Не эти дома, вы заблуждаете. Не эти. Там написано, участок межевания, простите, территории, 26-я линия, Крывошлыковский 4, Буйнакская, да, я правильно говорю? Правильно. И четвертый из Шолохова. Насколько я понимаю, Крывошлыковский 4 входит в этот участок. Открываем проект планировки и смотрим. Потому что была исключительно майонезия, чтобы в этом месте появилась школа и детский садик. Ну и две высоты. Буквально еще полтора года назад в этом месте ни школа, ни садик вообще не предусматривалось. Вы не ответили, какой инвестор может помочь нести дом в случае такого хода событий? Об этом речь пока даже не стоит. Ну вы говорили людям, что если что, у нас есть инвесторы, которые вам... Я такое мнение не говорил. Да ладно, говорили. Да, готовы взять муниципальную собственность и помочь вам снести дом. Вот именно этот дом? Угу. Нет, это точно такое не может быть. Я, возможно, раньше говорил, что если инвесторы готовы снести аварийные дома и на их месте что-то построить, это в исторической части города. В данном случае эта часть города не является исторической. Я не думал, что надо их особо привлекать.